Посмотрите на эту лодку. Пускай вас не вводит в заблуждение обивка цвета утиного клёва. Под этим оперением обычного моторного прогулочного катера прячутся самые лучшие технологии в отрасли. Это модель Стаб 38 от FB Design. Её разработали на основе днища Sunracer 38, гоночного корпуса всё того же бюро FB Design, который в начале 2000-х выигрывал соревнования и чемпионаты в категории «выносливость». Корпус непотопляемый, так как он изготовлен по методу структурного пенопласта, специального патента FB Design, который предполагает впрыскивание полиуретановой пены в подводную часть корпуса в разные его зоны. Но чтобы сдвинуть с места такую лодку, нужен специальный мотор. Давайте глянем, что установлено под капотом. Два дизельных двигателя Mercury по 6,7 литра на 550 лошадиных сил. Шесть цилиндров в ряд. 6700 кубических сантиметров. 24 клапана. Система типа Common Rail с нагнетанием топлива и последующим охлаждением. Посмотрите, как их установили. С точностью до миллиметра. Но ведь ширина лодки едва ли достигает 2 метров и 33 сантиметров с внешней стороны, поэтому они очень компактные. Совершенно очевидно, что эти технологии надо испытать. Приборы Mercury Vessel View. Автоматическая система FB Design для регулирования клапанов. Отдельные элементы управления. Газ и ревес. Эти двигатели звучат прекрасно. Вам не кажется? Попланируем. Этому катеру, как и всем гоночным катерам, надо немного помочь при переходе в планирование. Опускаем щитки. Это выполняет автоматическая система. А Лоцман, если захочет, может выполнить пару виражей. Так катер будет лучше опираться на подводные плоскости. И станет легче планировать. Но как только лодка вынырнет над водной поверхностью, немедленно уберите газ, иначе она взлетит. Сделаем вид, что мы находимся на спокойном прогулочном катере и идем со скоростью 27 узлов. Сейчас двигатели потребляют около 54 литров топлива в совокупности. То есть одного литра топлива хватает на полмиль. Щитки все еще опущены, и все еще ощущается немного гидродинамического сопротивления. Поэтому добавим газку. Добавим газ. При 30 узлах катер прекрасно поднимается над поверхностью воды. Переднее стекло выполняет свою задачу. Это вертикальный обтекатель, который полностью приподнимает воздух. И здесь, на посту управления, мне кажется, что я отдыхаю в удобном кресле. Кстати, сидения можно регулировать в зависимости от веса. К тому же они еще и амортизированы. В общем, сплошное удовольствие. Стаб 38 называется так, потому что по бокам у катера установлены две колбасы. Да, две полутрубчатые камеры, которые помогают стабилизировать катер во время экстремальных ситуаций. Как, например, при резких виражах или на волнах. При 1900 оборотах в минуту эти двигатели достигают свой максимальный момент. 1580 ньютонов на метр. При таком скоростном режиме 37 узлов. Расход топлива суммарно составляет 75 литров в час в среднем. Так и выходит. Около одного литра на полмили. Этот катер задуман и разработан Фабио Буцци. Единственным человеком в мире, способным создавать лодки и двигатели. А потом еще и испытывать их предельные возможности, добиваясь успеха и побив все рекорды на соревнованиях. И сегодня мы говорим о скорости с такими-то двигателями. Моноблок создали ФПТ Индастриал, которые выступали с этим двигателем на водомоторных соревнованиях, побеждая в гонках и чемпионатах. Рама двигателя устроена по лестничному типу, то есть с очень крепкой базой, чтобы выдерживать сильнейшие нагрузки. Шатуны сделаны по типу Fracture Split, технологией, которая позволяет выдерживать высокое давление, которому подвергаются поршни. Сейчас наша скорость составляет 45 узлов. 2200 оборотов в минуту. Всего 90 литров в час. Все тот же 1 литр топлива на полмили. Несмотря на 1100 лошадей. Все-таки расход небольшой. Соотношение вес-мощность составляет 1,31 килограмма на лошадиную силу. Достойно, не так ли? А соотношение литража к лошадиным силам составляет 82 лошадиные силы на литр. Это тоже достаточно высокий параметр в мореходной отрасли. В этой конфигурации мы используем поверхностную тягу ZF Marine. Но, конечно же, двигатель Mercury на 6,7 литра и 550 лошадиных сил даже при более низкой мощности можно совмещать с традиционной осевой линией или даже Spot Drive, ZEVS компании Mercury. Это гоночный катер, потому что на рычаге у него есть балласт. То есть бак можно заполнять и опустошать для регулировки осадки. Но сегодня при таком штиле на озере в этом нет необходимости. Сегодня на такой глади мы хотим увидеть именно скорость. Мне ничего не надо делать, всего лишь контролировать штурвал кончиками пальцев. Катер легко взлетает над поверхностью воды, но при этом держит траекторию. Сейчас я сосредоточусь на точке прибытия. На озере есть другие лодки, поэтому нужно быть крайне внимательным, потому что наша скорость составляет 70 узлов, 70 узлов, 70 узлов. Двигатели работают при 3100 оборотах в минуту. Расход составляет 218 литров в час. При скорости в 70 узлов это просто смешно. А разве это только гоночные моторы? Нет, я испытал эти же самые моторы на 17-метровой лодке при скорости 7 узлов. Расход топлива составлял литр на милю. А это рекорд для яхты весом в 25 тонн. Новый дизельный двигатель Mercury 6,7 литра на 550 лошадиных сил совместим с полным перечнем электронных элементов управления и устройств SmartCraft, включая и джойстик. В общем, какой бы ни была у вас лодка, спокойным траулером или спортивным катером, этот двигатель однозначно ее улучшит. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова